всем привет из Киева столица Украины сегодня 21 мая 2018 года с вами Виктор Фурсова на своем канале и это видео посвящено особому дню вчерашнему когда я был очень занят но не мог о нем многое сказать потому что вчера был на дне выставки ярмарки около института пчеловодства имени Прокоповича в Киеве в районе называемого Феофания там где метро Терем Киева так далеко он находится и там неожиданно я обнаружил что появился новый интересный день для пчеловодов и не только украинских не только украины русско говорящих из бывшего советского союза но оказывается появился всемирный день пчел вот оказалось на стенде около издательства журнала вот этого пасека киевского который издается издательством дом сад и огород написано что здесь написано 20 травня всесвитный день бджил украинскую мову и украинский журнал пасека всемирный день пчел и тут хорошая статья по журналу обзор бейкалча пчеловодства США Макулу Горнич обозрел и такое хорошенькое вступление дает откуда же взялся день пчел оказывается его только в прошлом году утвердила организация объединенных наций а пришел он в свет так сказать из Словении из Словении потому что вот председателю славянской ассоциации пчеловодов президенту пасечнику Бастаньяну Ноксу пришла идея в 2014 году когда он обдумывал какие то есть хорошие такие дни почему бы не предложить день пчел и вот с 14 года он пробивал эту идею и в семнадцатом году прошлом году утвердили всемирной организацией объединенных наций день пчел замечательно тут еще так интересно написано что Словении есть одно из ведущих пчеловодных стран в мире и где каждый двухсотый житель пчеловод да но об этом мы еще отдельно поговорим про пчеловодов и сколько их в Украине и в других странах а сегодня вот скажу что оказывается даже в этот день 20 мая родился Антон Янш это вот оказывается славянский пчеловод который уже 200 лет назад фактически занимался пчеловодством и очень успешно в императорском дворце в Австрии австрийской императрице Мария Тереза она назначила его императорским пчеловодом и он оказывается писал даже книги в это время практически вот чуть чуть раньше чем вот украинский пчеловод Петро Иванович Прокопович вот тут стоят три тома изданные в Украине несколько лет назад переведенные на украинский язык вот три тома основателя культурного пчеловодства и того кто ввел рамочку пчеловодства а не просто закуриванием и вот оказывается славянский пчеловод Янш Антон Янш он тоже не закуривал пчел тогда он их разделял и они вот написаны я их держу сильными здоровыми снова принесут мне мед я их не убиваю чтобы собирать мед и воск и возможно то отмечается что возможно даже он первым открыл явление то что матка спаривается вне уля в воздухе вот не знаю не видел его книг все-таки книгам около двухсот лет это первый источник надо докопаться но вот что самое интересное тут вот предлагается даже отпраздновать день пчеловода точнее говоря не пчеловода у нас есть в Украине день пчеловода не знаю как в других странах день пчеловода мы празднуем 19 августа в Украине а вот видите 20 мая всемирный день пчел и предлагается вот Миколай Горнич тут написал интересные такие предложения как же отпраздновать день пчеловода пчелы пчелы медоносный и одиночных пчел посадить куст цветов или деревьев в своем саду с медоносами пыльциносами для пчел рассказать про пчел по крайней мере десяти людям в течение одного дня у меня как раз было медицинские пикники как раз 19 числа то я рассказал наверное сто десяти людям про медоносных пчел потому что было большое собрание в парке шеревченко об этом у меня есть видео сто десяти точно рассказал три часа говорила жахри но она есть у меня видео можете посмотреть мелкие такие детишки слушали с открытыми лртами попивая сладкий кислородный какой-то коктейль вот третье предложение одеть одежду где используются мотивы пчеловодства еще следующий поддержать пчеловодство через благо по украински благодейность что означает спонсорство поддержать пчеловодство организовать конкурсы соревнования на тему пчеловодства но если вы хотите поддержать тему пчеловодства у меня есть ссылочка внизу на специальный сайт patreon.com где я рассказываю своих проектов можете поддержать внизу пройти даже если вы русская или англоговорящий заметить это или уже на на последний случай сделать медовый торт и пригласить на это праздник своих друзей ну кстати говоря поскольку это так неожиданно прошел такое явление как день пчел я в интернете нашел всего два видео по этому поводу и вообще-то говоря можете отметить его на следующей неделе когда будет троица на эти выходные в киеве 26 числа будет футбол полуфинал будет толпа туристов посмотрим сделаем репортаж 27 числа будет троица будет святой праздник можете как раз ответить и троицу и день пчел все залпом так что если у вас есть пчелы любите разводите пчел если еще нет заводите смотрите канал и узнаете много чего интересного нового любите природу охраняйте пчел не травите хлорохосом если боитесь лучше не трогайте отошли в сторонку посоветуйтесь пчеловодам может быть там завелся маленький рой он его быстренько изолирует себя на пасеку и приходите к пчеловоду покупайте медок пыльцу пергу прополис и другие продукты пчеловодца так что пока пока с днем пчел всемирным днем пчел во всем мире с вами был виктор фурсов на моем канале виктор фурсов энтомологи с бикиберр тичер что означает энтомолог пчеловод и учитель если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите внизу комментарии нажимайте на звоночек правом верхнем углу и вам будет приходить извещение или пишите мне в личку или по скайпу уже там толпа собралась скайпе надо всех поставили друзья кто-то стучится даже из разных стран не всегда хватает времени отметить что они идут друзья так что будем друзьями пока пока до новых встреч будет продолжение сюжета о некоторых новых интересных вещах из этих из этих журналов из этих книг смотрите следующий сюжет пока пока